Ребят, а перед началом видеоролика хотел бы вам посоветовать канал Буцефал, если честно, я в последнее время делал много рекламы, но именно этот канал меня поразил, потому что здесь настолько высококачественный монтаж, что я уже такого давно не видел, даже у топ-блогеров такого нету. Голос, монтаж, картинки, всё прекрасно, то есть я действительно потрясён, и по-моему этому чуваку нужно учить меня, а не мне его. Поэтому все переходим, подписываемся на канал, нажимаем уведомления, тем более парень статист, можете перейти и посмотреть на КТТС, то есть всё вам расскажет, пока что как стату поднять и всё такое. И перейдите, и хотя бы гляньте один ролик, это того стоит, вы такого давно не видели на ютубе. Всем спасибо, и продолжаем смотреть видео. Ребят, всем привет, с вами Inspire99, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Объект 704. Я в последнее время больше стал делать видео по средним уровням и по восьмёркам, а как-то вот девятые уровни я обхожу стороной, в особенности по ТСАУ, потому что в основном самые популярные танки это типа какие-то СТ, Шкода Т-50, Стандарт, Е-50, там не знаю, Паттон и тому подобные машины. А вот такие вот танки типа 704, Вафли там и прочих прочих, их как-то обходят стороной, уже все давным-давно знают всё про эти танки, но видеороликов свежих по ним нету. Поэтому я решил сегодня немножко обновить и в целом, в принципе, поговорить о данной ветке, потому что ветка Объекта 268 в какой-то степени является культовой, она в нашей игре давным-давно, если не изменять память, это первая ветка у нас по ТСАУ. Ну и как бы вы сами понимаете, то что пушка БЛ-10 это просто легенда. Поэтому если вы кушаете, приятного вам аппетита и, конечно же, приятного просмотра. По статистике я здесь нормально так порыл, насобирал, за всё время, вот если посчитать, то есть среди всех восьмерок, которые только есть, и ТТ, и СТ, и ПТ, абсолютно без разницы, за всё время, сколько существует наша игра, уже порядка 10 лет практически, на данной ПТшке отыграли почти 700 миллионов боёв. Что для девятого уровня очень-очень большие показатели, там, конечно, обходит Т54, Т10, точнее ещё тот ИС-8 старый, вот, Вафля и ещё, по-моему, что ТЕ-75. И там наш Объект 704, то есть на нём, в принципе, отыгрывали, и сейчас играет очень-очень много, чтобы вы понимали, сейчас это, ну, не то чтобы самая популярная ПТшка, но довольно-таки неплохо, 1 миллион 610 тысяч боёв, это неплохо. Обгоняет только Ягдтигр, СТРВ, Вафельтраген и Т30, Т30 вообще, у него 4 миллиона, то есть Т30 просто вот тот танк, который игроки оставляют в себе в ангаре, и многие, кстати, также его не любят, то есть вот так вот. Но по проценту побед это самая худшая ПТ-САУ, то есть хуже только ВЗ-120, а, нет, прошу прощения, китаец лучше, хуже никого нет, то есть у нас 704 самый плохой, у него 47 и 21, это очень-очень плохой процент побед. То есть зачастую большинство игроков таких как бы слабеньких играет именно и выбирают именно эту ПТ-САУ, почему мы разберёмся далее. Ну и почему её выбирает? Я считаю то, что здесь, во-первых, есть несколько моментов. Первый это то, что ПТшка советская, да, как бы она культовая, многие её проходили и оставили её у себя в ангаре, да. А во-вторых, это легендарное орудие БЛ-10, потому что альфа 750, если я не ошибаюсь, это самая максимальная альфа, которая только может быть на восьмом уровне. Да, такая же там альфа, допустим, у Т-30, такая же альфа у Т-95, у Вафлипаза, у китайца и также бронепробитие. То есть здесь 286, лучше только у СТРВ на 103, но это понятно, почему как бы у СТРВ всегда бронепробитие 308 и потом китайца 290. Ну а следом идёт наш БЛ-10 с 286 мм. То есть именно из-за орудия берут данную ПТшку, не потому что она там супер маскированная, потому что она там ещё какая-то. Нет, потому что она советская, потому что у неё пушка легендарная БЛ-10, которую в принципе забрали с СУ-152. На мой сугубо личный взгляд сделали это правильно, потому что, ну, слишком хорошее орудие. Да, там разница по бронепробитию и всё такое, но как бы мне кажется, что немного какая-то логичность должна быть, потому что восьмёрка, девятка, там пушка тоже самая практически. Поэтому, ну, это лично моё такое большое мнение. Что касается по орудиям, то здесь присутствует та пушка, которая есть на СУ-152. На самом деле ветка прокачки, ну, у танка, ну да, СУ-152 легендарная ПТшка, я спорить не буду. СУ-100 тоже, это классика, на которой я очень много отыграл, мне этот танк нравился. ИСУ-152, здесь, наверное, молчать не нужно. Да, у ИСУ-х, наверное, сейчас не лучшие времена, но это потому, что слишком много имбовых прям танков появилось, с которыми, ну, сложно ИСУ-хе спорить. Возьмите того же Скорпиона, СУ-130ПМ, СТРВ, ну, ПТшки, да, новые. Поэтому ИСУ не то, что устарел, а рандом возле неё как-то поменялся. Вот, 704-й тоже во все времена был неплохой и такой очень хороший танк, а вот 268 сейчас стал неплох. И поэтому в сегодняшнем видео я даже не могу вам сказать, стоит ли вам дальше докачиваться и прокачать десятку или остановиться на девятке. То есть 704-я это та девятка, которая, в принципе, должна быть на руках, потому что здесь пушка сам по себе классная. Точно с 0.39, время сведения 2.9. Понятно, что там стабилизация не лучшая и всё такое. Но по-другому никак. То есть давать суперкрутую пушку, наверное, неправильно. Что также мне нравится на данном танке, то что ты пару раз вот стрельнул, да, ты уже ХП, в принципе, отбил. То есть хотя бы как-то ты там команде маломальски помог. Вот, если тебе там повезло и ты дал тычек 5, то у тебя уже там средуха просто за, не знаю, почти по 4 тысячи. И, в принципе, как бы кайфово. То есть в этом как бы и вся фишка. Но также, что я ещё заметил, ИСУ-ха одна из самых мобильных ПТ. То есть если, в принципе, да, взять там многие ПТ-САУ, Т-95 медленный. Да, конечно, есть у нас ФОЧ, который едет очень много. Но возьмите Т-95 20 километров. Да, как бы это немного. У нас 37 километров. Допустим, Т-30 35 едет. Там Китайец тоже 35. То есть как бы ИСУ-ха у нас одна из самых подвижных. Конечно, там есть стартуют медленно, но есть ещё и быстрее. Типа Объекта 263, типа, я не знаю, Конвея там и прочих-прочих, которые едут. Вот ФОЧа-то уже возьмите, да, он тоже быстро едет. То есть в плане мобильности, в принципе, к этой ПТ-шке проблем никаких нет. У неё вот всё идеально. Вот вообще, если так взглянув на ТТХ, если честно, мне даже здесь и придраться-то особо не к чему. Вот данная ПТ-шка, как по мне, является максимально сбалансированной. На которой ты играешь приятно. Да и против которой ты играешь, ты не чувствуешь каких-то больших затруднений. Чего нельзя сказать об Объекте 268. И вот та же броня, да, давайте о броне поговорим. Здесь тоже не всё так просто, потому что, ну, блин, сколько раз было такое, что 704-го пробивали на вылет, то вообще не пробивали. Верхний бронист сам по себе он слабый, там 183 мм с приведёнкой, это пробивает все. То есть даже семёрки на обычных снарядах могут вас пробивать, не говоря уже о голде. Самые, наверное, такие жёсткие места, которые во все времена выручали Объекты 704, это его фальшборта по бокам, которые хавают кумулятивы и немногим они попортили нервы, когда стреляешь с какой-нибудь Яги С-100 на кумулях и такой, как не пробил. Поэтому да, вот фальшборта, это, конечно, у советских машин очень топовая тема. И есть вот такая вот красная зона, в которой там много миллиметров, 350 и 270, поэтому, в принципе, всё, что у нас танкует, это маломальский маска как-то позволяет, вот эта вот красная часть под орудием, под маской и фальшборта. Всё, то есть больше, в принципе, Исуха ничем не танкует, точнее Объект 704, больше ничем не танкует и ему что-то сложно как бы там постоянно отбивать урон. То есть, если отбивает хорошо, не отбивает и плохо, точнее, ну, как бы плохо, конечно. Вот, чем мне ещё нравится, во-первых, то, что, точнее, там уже, я не знаю, какой по счёту, это то, что танк всё-таки девятого уровня. На девятом уровне балансы туда и сюда, и что мне опять-таки нравится, играя на Объекте 704, то, что ты, в принципе, не чувствуешь больших каких-либо затруднений при игре внизу списка. То есть, попадая против десяток, проблем абсолютно нету. Многие могут подумать, то, что здесь бронепробитие 286 шикарное, всё такое, в принципе, этого хватает. Но у нас в игре есть такая очень-очень удивительная и очень весёлая штука, как ВБР. То есть, ты, в принципе, можешь кинуть в какого-нибудь Лансен Си и не пробить, и можешь вертуху кинуть в Тортоиза, допустим, или в Е100 и пробить. Поэтому, как бы, надеяться на нашу шикарную пушку нужно и стоит, но если вы кого-то не пробиваете, смиритесь, такое тоже бывает. То есть, в принципе, поиграв на 704, мне понравилось этот танк, не тот, который будет за вас тащить, не тот, который, в принципе, да, там способен вытаскивать какие-то мега-кибер-нереальные бои. Да, на нём можно всё это сделать, безусловно, но очень-очень сложно. То есть, как бы, здесь нету. Что касается снарядов, здесь, да, у нас основной снаряд подкалибер и ББшка. Основной снаряд у нас с пробитием в 286, летает он, ну, не особо быстро, в 780, цена, конечно, за него высокая, 1650. Но всё-таки альфа у нас 750, поэтому, скорее, вот этот 152-мм снаряд с БЛ-10, я считаю, то, что, наверное, по цене даже и ок. Что касается подкалибера, вот он летает уже неплохо 1100 и стоит, конечно, 4800, да, вот я не понимаю, как выставляют цену именно ВГ, потому что бывает у некоторых ЛТ, там, с альфой в 150, да, снаряды стоят 5200 и 4800, здесь снаряд с пронепробитием в 329, с альфой в 750 и стоит 4800. То есть, для меня это загадка. Ну, есть фугасы, фугасы, на самом деле, на данный танк тоже нужно возить, потому что на них можно стабильно давать по 300-400 урона, в принципе, даже особо куда-то там не выцели, просто не сводясь, кинул и всё. Бронепробитие у них 90 и с альфой в 950, то есть стоят они 1120, летают с такой же скоростью, как и ББшки. То есть, вот такие вот у нас снаряды. То есть, в принципе, мне 704 понравился. Это танк, который я посоветую многим прокачать, да, и поставить себе в ангар, но проблема в том, что большинство, если качает какую-то ветку, то они идут именно к Винцу, они играют на десятках, им, в принципе, больше ничего не нужно. Вот, я считаю то, что сейчас на десятых уровнях играть не стоит, и стоит играть вот девятки и туда вот ниже. Всё, там хоть на третьих, на вторых уровнях играйте, там тоже бывает весело. Что у нас по экипажу? Здесь у нас 5 членов экипажа, командир, он ещё выполняет роль радиста, наводчик, мехотводитель, заряжающий и ещё один заряжающий. То есть, у нас 2 заряжающих. Мне данный танк понравился, всем советую на нём поиграть, прокачать. Но если вам не нравился объект 268, или если у вас где-то стоит в ангаре 704, то встряхните с него пыль и поиграйте. Что вы понимали, сейчас самый популярный танк на девятом уровне, конечно же, это арта американской М53, если не ошибаюсь. На ней там сыграли почти 5 миллионов боёв. То есть, вот так вот. Идёт арта, а следом идёт 30. Как-то вот так. Ну и всё. То есть, это всё, что я хотел сказать о данной ПТ-САУ, потому что гайдов как таковых нету. Она играется всё так же круто, лампово и прикольно, как и в те старые времена, и мне кажется, как будто у неё ничего не поменялось. Да, бывает то, что ты на ней будешь, ну, прям получать очень много, но будет бой, в котором ты сможешь так на ней накидать, как на другом танке ты не сможешь. Ну и вследствие чего, поэтому его выбирают и простые игроки, потому что танк сбалансированный. Вот как ИС-3, вроде ничего такого нету, да, а танк сбалансированный, все его любят. Вот так же и здесь. Ну и, конечно, советская нация, это тоже никто не отменял. Всем большое спасибо, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте лайки, пишите свои комментарии, какую ветку вы сейчас скачаете, что вы думаете про Объект 268, в эпоху того, что сейчас есть Объект 268, вариант 4, и какая у вас любимая ПТ-9. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»